Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Красивый мужчина, успешный актер и многодетный отец Максим Радугин. Его карьера и как на сегодняшний день он живет. Обаятельный, экспрессивный и харизматичный актер Максим Радугин. Он покорил множество женских сердец. А его сердце уже 23 года принадлежит одной единственной супруге. Максим однолюб, что довольно редкое качество среди мужчин, к тому же таких красивых, да и еще из актерской среды. Но факт остается фактом. Максим просто обожает троих детей и свою красавицу-жену. Он прекрасный семьянин, любящий и заботливый муж и отец. Что совсем не мешает ему быть талантливым и великолепным актером, убедительным, ярким и харизматичным. Максим родился в 1978 году в московской и интеллигентной семье. Поначалу он совершенно не интересовался творчеством. Любил очень спорт. А в старших классах он решил стать врачом, как и его бабушка. Но одна родственница его отговорила, сказав, что медицина – это тяжкий труд и должно быть призвание. И не следует серьезно относиться так к спонтанному решению. Тогда Максим поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Он решил пойти по стопам своего отца. Во время учебы в Мир ЭА Радугин подрабатывал моделью в доме моды Вячеслава Зайцева. На курсах модели девушкам и юношам преподавали в том числе и актерское мастерство. И тогда впервые Максим почувствовал интерес к этой профессии. Беда была в том, что он с детства был очень стеснительным. Даже стихотворение у доски он не мог прочитать. Говорил, что не выучил. А после урока подходил к учителю и просил разрешить ответить заданное, когда все ребята уйдут из класса. Поступив в Щукинское училище, он стал бороться со своей стеснительностью всяческими способами. Театральные педагоги помогали ему в этом. И сейчас мы видим, что все их старания и Максима старания были не зря. Уже на втором курсе Максим был утвержден на главную роль в российско-польский фильм «Брейкпоинт». Он получил свою первую известность и сумел обратить на себя внимание режиссеров, которые стали чаще приглашать его в свои проекты. Сейчас на счету Максима более 80 ролей в фильмах и сериалах. Его часто приглашают на роли главных героев. Но поклонники считают, что талант Максима Радугина совершенно недооценен. Он слишком хорош для тех фильмов и сериалов, в которых играет. И они сожалеют, что он разменивается не на то, что нужно. Как бы то ни было, в настоящее время Максим Радугин является одним из самых популярных, востребованных и любимых российских артистов. Максим очень популярен и очень любим поклонниками в Украине, в Белоруссии и в других странах ближнего зарубежья. Личная жизнь этого актера также сложилась замечательно. В 20 лет он встретил главную любовь в своей жизни – девушку Нелли. И она ответила ему взаимностью. Они познакомились на дискотеке, потом долго встречались. Максим очень красиво ухаживал. На каждое свидание он дарил цветы, водил по театрам, кино. Получив диплом, он сделал девушке предложение в ресторане рядом с Мосфильмом. Они поженились и отправились в медовый месяц Париж, город влюбленных. Через несколько лет супруги стали родителями – близнецов Анны и Александра. В тот день, на который было назначено Кесарева, у Максима были ответственные съемки. Он смог отпроситься всего на пару часов, но все-таки он успел услышать первый крик своих малышей. Когда в 2012 году родилась младшая дочь Амелия, он отменил все дела и присутствовал на родах. Дети не интересуются его профессией. Как говорит Максим, у них свои увлечения и интересы. Даже фильмы с его участием они практически не смотрят. А когда они с женой решают поставить какой-нибудь фильм, начинают конючить, хотим мультики. Актера немножко обижает такое отношение, но навязывать свою точку зрения сыну и дочекам он ни в коем случае не хочет. Просто сам настолько влюблен в актерство, что хочется, чтобы родным людям тоже это было небезразлично. Он очень много работает, старается обеспечить семью всем необходимым и не очень в меру балует детей и жену. Он очень романтичный человек и признается, что у них с Нелли есть волшебная шкатулочка, где хранятся всякие вещички самых разных радостных жизненных событий. И они любят время от времени их перебирать, а еще они не забывают семейные памятные даты и всегда поздравляют друг друга и стараются удивить приятными сюрпризами. Сейчас вся семья отдыхает на Кипре, но скрытный Радугин неохотно показывает фото своих близких, призывая всех любоваться исключительно на него. Хочется пожелать этому талантливому и замечательному актеру побольше новых интересных ролей, проектов. Пусть радуют своих верных поклонников новыми классными работами. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»